В эфире канала России итоговая информационная программа событий недели. В студии Ашемес Пхешков. Доброе утро. Глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов провел двухстороннюю встречу с заместителем председателя правления Россельхозбанка Денисом Константиновым. На сегодняшний день банк участвует в реализации ряда крупных социальных и экономически значимых проектов в сфере сельского хозяйства. Активно поддерживает сельхозтовропроизводителей. Стороны обсудили возможные форматы расширения сотрудничества между правительством республики и банком с целью развития перспективных направлений агропромышленного комплекса республики и смежных отраслей, которые будут способствовать укреплению экономики региона и созданию новых рабочих мест. Реализацию инвестиционных проектов и в целом социально-экономическое развитие Карачао-Черкесии обсудили на совещании, которое провел первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич и глава республики Рашют Тимрезов в рамках посещения замминистра эконом-развития России Карачао-Черкесии. Михаил Бабич указал на необходимость минимизации последствий кризиса, возникшего в связи с эпидемиологической ситуацией, отметив при этом, что руководство региона, несмотря на сложный период, смогло оказать необходимую поддержку бизнесу и в целом населению. По его словам, в Карачао-Черкесии имеется хорошая основа для развития экономики. Республика участвует в 18 госпрограммах, реализует 48 региональных проектов. Замминистра акцентировал внимание на необходимость развития Домбая и Архыза, который имеет, по его словам, не только всероссийское, но и международное звучание, что даст мощный импульс для дальнейшего становления туризма как в Карачао-Черкесии, так и в целом на Северном Кавказе. Кроме того, Михаил Бабич сообщил, что будет изыскана возможность для реконструкции драмтеатра и строительства Ледового дворца. Рашид Тимрезов отметил, что за весь период сотрудничества сложились достаточно конструктивные деловые взаимоотношения с Министерством экономического развития России и поблагодарил Михаила Бабича за поддержку в реализации социально-экономических проектов республики. В ходе совещания были рассмотрены как уже реализуемые проекты в сфере туризма, сельского хозяйства и промышленности, так и новые, которые будут представлены в Минэкономразвитии. Была рассмотрена и дальнейшая совместная работа правительства Карачао-Черкесии, корпорации развития Северного Кавказа, а также курортов Северного Кавказа, которые позволят нарастить инвестиционный потенциал региона. Делегация во главе замминистра экономразвития России посетила компанию «Аквалайн», расположенную в Черкесске. Предприятие по добыче и розливу минеральной и питьевой воды входит в ряд крупнейших предприятий России. Альбина Ламкова продолжит тему. В компании «Аквалайн» предусмотрены все необходимые меры защиты в связи с распространением вируса COVID-19. Осмотр гостями предприятия начался с цеха по производству минерально-лечебно-столовой газированной воды «Псыш». Этот бренд в 2017 году вошел в десятку самых удачных по версии «Форбс». Таким образом растет и популярность регионов, в которой производится этот продукт. В итоге динамичного развития производства не только поступают налоговые отчисления, но и создаются новые рабочие места. Виды продукции, которые выпускает наша компания, это торговая марка «Эль-Брусинка», это детская вода «Для-ляль», это легенда гор «Архыс» и горная вершина. Средняя численность работающих на двух производственных площадках составляет 600 человек. Тем самым мы обеспечиваем рабочие места нашей республики. Все циклы работы в компании запрограммированы, автоматизированы и качество подготовки воды никак не зависит от настроения оператора. Предприятие имеет семь современных производственных линий разлива. В данном цеху происходит выдул-бутылки, затем в неё наливают продукт. Это лечебно-столовая вода. После чего в производственной лаборатории обязательно проводится контроль за качеством выпускаемой продукции. Ассортимент выпускаемой продукции разнообразен. Сладкая минеральная вода. И даже для самых маленьких потребителей. Всю изготовляемую продукцию представили гостям. Это десятки наименований товаров, которые прочно завоевали место на отечественном рынке. Мощность объёма производства внушителен – около 300 миллионов литров в год. Компания имеет две производственные площадки в Черкесске и Архызе. Они оснащены высокотехнологичным оборудованием европейских компаний. Продукция «Аквалайна» сертифицирована по всем международным стандартам. Что же касается качества и места добычи, то это горные источники Корчаева-Черкесии. Вода здесь отличается необыкновенной прозрачностью и отличным вкусом. Вода добывается из скважины, доставляется на производство и доносится потребителю в первозданной видеочастоте. На сегодняшний день компания «Аквалайна» ввела в эксплуатацию склад хранения готовой продукции. Запустила транспортную систему. Процесс развития производства постоянно совершенствуется. На будущий год здесь планируют ввести баночную и новую стекольную линии. На старте проект по продаже товара на зарубежных рынках. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева-Черкесия. На этой неделе глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов, первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич, председатель совета директоров группы компании «Дамата» Хомбабаев, положили старт модернизации предприятий кавказмяса. Мадина Каракетова подробнее о том, какие планы у крупнейшего производителя индейки в России на крупнейшего переработчика мясной продукции в республике. Вооружившись мастерками глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов, первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич, соучредители и председатель совета директоров группы компании «Дамате» Наумбабаев, приготовились к ответственному моменту. В лунку заливают цементный раствор и вот символический золотой первый кирпич, ознаменующий начало масштабной реконструкции предприятия «Кавказмяса», торжественно заложен в символический фундамент. Группа компаний «Дамате» в финансовом партнерстве с Россельхозбанком начинают модернизацию предприятия в рамках проекта по производству баранины. Для Карачаева-Черкесии это очень важный проект, считает глава республики Рашид Тимрезов. Компания «Дамате» действительно уже не только с российским именем, но и с международным. И то время от старта, когда мы договорились с руководителями этой компании, компанией «Дамате», о том, что мы будем это реализовать на территории республики, и вот до сегодняшнего дня прошло достаточно короткое время. Самое главное, то какие цели и задачи. Это не только инвестиционный проект, который будет реализован на территории республики. Сегодня об этом говорить. Это и школа фермеров, это и развитие генетики. Овцеводство в последнее время, конечно, утратило свои позиции, но я считаю, что сегодняшний день, сегодняшнее открытие, это заложение, то, что мы камень заложили, это все-таки, я считаю, что возрождение овцеводства Юга России. В этом вопросе быть пионером почетно отметил Рашид Тимрезов. Помимо этого, реализация проекта даст республике более 500 рабочих мест и значительные налоговые вливания в республиканский бюджет. Соучредитель и председатель группы компании «Дамате» Наум Бабаев рассказал, что поставлена амбициозная цель – возродить производство баранины в СКФО и вывести эту отрасль на совершенно новый высокий уровень. Тем более на Кавказе с мясом и с его приготовлением связаны свои собственные традиции. Мы хотим как раз использовать те традиции, которые есть на Кавказе, а привнести в них немножко больше инноваций, современных технологий и, наверное, сделать это мясо еще более качественным, сделать так, чтобы это мясо было более транспортабельным, имело лучшие сроки хранения и предотвратило больше доход для фермеров. Поэтому мы не ломаем как раз традиции, а мы вписываемся в те традиции, которые есть и добавляем, изобряем их хорошими технологическими новшествами. Наум Бабаев рассказал, что работать «Дамате» будет в кооперации с исследовательскими институтами и фермерами. Последним предлагается попробовать племенной материал восьми всемирно известных пород овец. Реконструкция «Кавказмяса» обойдется почти в 3 миллиарда рублей. Входит, собственно говоря, вот этот завод реконструкции, а также входит строительство откормочника в Ударном. Это здесь недалеко. Также у нас есть еще один откормочник в Старопольском окраине. И, наверное, появится еще несколько подобных площадок. Это будут и откормочники, и племенные фермы, которые могли бы поставлять фермерам племенной материал. Мы думаем, что до 6 миллиардов стоимость проекта возрастет. Собственно, о самой реконструкции. После проведения всех работ мощность предприятия составит 720 тысяч голов в год. 42 тонны продукции в сутки. Будет смонтирована суперсовременная автоматизированная убойная линия мощностью 300 голов в час. В «Кавказмяса» будут производить полуфабрикаты из баранины, фарш, маринады, консервы в жестяной и стеклянной таре. Все натуральные сертификации «Халал» и «Кошер». Качество продукции будет контролироваться на каждом этапе производства. И очень важно, отметил Наум Бабаев, на заводе установят современные очистные системы и организуют переработку производственных отходов. Первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич отметил важность оказания мер государственной поддержки проектам, имеющим тенденцию к логическому завершению. Мы предполагаем выделять средства на инфраструктуру преференциальных зон развития, то есть это индустриальные парки, особо экономические зоны. Потому что для предпринимателей крайне важна сама инфраструктура. Газ, электроэнергия, вода, канализация и так далее. Мы, безусловно, в особо экономических зонах обеспечим те льготные режимы, которые предусмотрены законодательством. И, конечно, постараемся сделать так, чтобы административная нагрузка, которая зачастую ложится непосильным временем на бизнес, она была минимизированной. В числе проектов, оправдавших себя в Карачаево-Черкесии, Михаил Бабич назвал строительство курорта Архизы. Рассказал о том, что в рамках предстоящего бюджетного цикла с главой и правительством республики определены приоритетные проекты, которые могут рассчитывать на поддержку Минэкономразвития России. Представители Россельхозбанка рассказали о своем проекте «Школа фермера», в котором фермеров будут учить, как правильно пользоваться банковскими услугами и продуктами. Два фермерских хозяйства – одно из Ставрополья, другое из Карачаево-Черкесии – были отмечены существенной грантовой поддержкой, которую вручил им соучредитель группы компании Демате Рашид Хайров. А представители Россельхозбанка вручили отличившимся в деятельности фермерам-клиентам банка подарки, самые важные из которых – существенные льготы при оформлении кредита. Мадина Каракетова, Рашид Доков, Вести, Карачаево, Черкесия. Соблюдая предписания Роспотребнадзора, жители республики смогли лично задать вопросы руководителю региона. Глава субъекта Рашид Тимрезов провел очередной прием граждан. Какие вопросы задавали и с какими просьбами обращались к Рашиду Тимрезову в репортаже Александра Коваленко. С просьбой о содействии в строительстве новых водопроводных сетей в ауле Кубина к Рашиду Тимрезову обратился житель аула Муаэт Лагучев. У нас водоснабжение сделано на 1744 метра. Водоснабжение сегодня на есть и работает. Но еще половина этой территории нет у нас воды. Вопрос системы водоснабжения Кубины будет разрешен в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», отметил министр сельского хозяйства республики Анзор Баташи. Я сам возьму на контроль. И там не такой большой объем в случае финансирования, что до конца года мы этот вопрос решим. Рашид Тимрезов дал поручение представителям соответствующих ведомств решить вопрос с водоснабжением и в ауле Кунхалк. Уже в 2021 году начнется замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 7 километров. Со словами благодарности за то, что в хуторе Ильич Зеленчукского района строится спортивная площадка, к главе республики обратилась Люаза Лепшокова. Она также озвучила просьбу односельчан о строительстве нового фельдшерско-акушерского пункта, который находится в аварийном состоянии. Министр строительства ЖКХ республики Евгений Гордиенко пояснил, до 1 июля 2021 года в рамках реализации нацпроекта здравоохранения запланировано строительство нового ФАПа. В селах Первомайская и Дружба появятся новые дома культуры. Там у нас территория, там у нас и спорткомплекс, и детский садик, и парковую зону мы там планировали сделать. Вопрос об оказании содействия в благоустройстве общественной парковой зоны в ауле Кошхабль главе республики от имени всех аульчан озвучила Фатима Аргунова. Я с главой района разговаривал, тоже там всячески поддерживают. Я думаю, что нам надо, Евгений Александрович, в следующем году начать и сделать такую парковую зону. А с какой стороны? Вот если с Черкесской едем по Хабеково, куда? Если с Черкесской едем по Хабеково, в сторону школы? Дальше школы, в конце аула, около здания сельского поселения. Вот там парк, вот типа парка там уже что-то имеется, площадь там позволяет. Так к концу 2021 года по федеральному проекту формирования комфортной городской среды планируют сдать объект в эксплуатацию, пояснил министр строительства ЖКХ республики Евгений Гордиенко. Жительница Черкеска озвучила Рашиду Тимрезову наболевшую проблему жителей многоэтажного дома, а особенно жильцов пятых этажей, которая обостряется в период осадков. Ремонт кровли в доме, расположенном в городе Черкесске по улице Революционной 3, просто необходим. На следующий год, и даже денежки есть на это, да, вот до конца следующего года они обещают крышу вам перекрыть. Но они всегда страхуются до конца следующего года, они не будут же в октябре крышу делать, когда дожди идут. То есть я так думаю, что они там к первому, к 15 октября. Также в 2021 году продолжится капитальный ремонт трасс Зеленчукская, Куржинова и Исправная Старожевая. А до конца текущего года компания курортов Северного Кавказа запланировала сделать прогулочную зону от Романтика к Луной Поляне. Александра Коваленко, Заур Лиев, Вести Карачаева, Черкесия. В столице республики Черкесске полицейским вручили ключи от новых служебных автомобилей. Автопарком ВД по Карачаевой Черкесии пополнили патрульные автомобили марки «Шкода Октавия». Заместитель министра, начальник полиции Ансар Баташев поблагодарил сотрудников за добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и полжелал дальнейших успехов. Также руководитель республиканского управления ГИБДД по Карачаевой Черкесии Владимир Кушнарев отметил высокое качество поставляемого в МВД служебного транспорта. Автомобили оснащены необходимым современным оборудованием, в том числе новыми медицинскими укладками, для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Отделение пенсионного фонда по Карачаевой Черкесии напоминает семям с детьми, имеющим право на выплаты, введенные в период пандемии и ранее не обращавшимся за ними, подать заявление до 1 октября. 30 сентября текущего года, крайний день подачи заявлений на ежемесячные и единовременные выплаты. Те семьи, которые не осуществили подачу заявления, что это нужно сделать до 30 сентября, обратиться можно с заявлением через портал государственных услуг, подав соответствующий вид заявления, через МФЦ или через пенсионный фонд по месту жительства. Следует, наверное, напомнить, каких это выплат касается. Это прежде всего ежемесячная денежная выплата в размере 5000 рублей, которая осуществляла семьям, имеющих детей до 3 лет. Эти выплаты осуществлялись в апреле, мае и июне. Далее, это касается выплаты единовременной, которая устанавливала семьям, имеющих детей от 3 до 16 лет. И дополнительной единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей, которая выплачивалась на всех детей. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Девчонки, они снова приехали! Шубы от Снежки в Черкесске с 23 по 27 сентября. Центр развития предпринимательства. Рассрочка на 3 года без первого взноса и меховой жилет гарантированно в подарок. Всем будущим невестам нужно срочно сюда. Ой, да с такими условиями я сама побежала. Продаются полнорационные комбикорма для всех видов птицы, а также молодняк уток разных пород. По вашему заказу изготовим любые корма для других видов животных. Плем-репродуктор Зеленчукский. Телефон 8, код 87 878 545 70 и 8 925 711 98 90. Девчонки, они снова приехали! Шубы от Снежки в Черкесске с 23 по 27 сентября. Центр развития предпринимательства. Рассрочка на 3 года без первого взноса и меховой жилет гарантированно в подарок. Всем будущим невестам нужно срочно сюда. Ой, да с такими условиями я сама побежала. Продается дачный домик «Бытовка». 15 квадратных метров. Цена 150 тысяч рублей. Черкесск, улица Вокзальная, 70. Телефон 8 928 029 20 50. Распродажа голубых елей. Высота 4-5 метров. Черкесск, улица Вокзальная, 70. Телефон 8 928 029 20 50. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. В ауле «Росакон» благоустроили школьный двор, провели текущий ремонт образовательного учреждения и построили современную спортивную площадку. Альбина Ламкова подробнее. За время летних каникул в школе аула «Росакон» произошли заметные изменения. Ее территория радует глаз. Здесь стало красиво и уютно. Но так было не всегда. Только в этом году смогли воплотить давнюю мечту школьного коллектива. Если так вот говорить, конечно же, давно требовалось таких вот вложений. Почему? Потому что вы знаете, что 76-й по сегодняшний день износ амортизации всех, допустим, и отоплений, и коммуникаций, и так далее, и так далее, оно требовало давно вот такого вот вложения. Капитальный ремонт во дворе школ никогда не проводился. Был только текущий. Сейчас же территорию около полутора тысяч квадратов благоустроили. Закупили скамейки и фонари. Территорию выложили брусчаткой. До этого она была покрыта асфальтом, который стелили еще в далекие 70-е. Для девчонок и мальчишек создали комфортные условия и для занятия спортом. Новая беговая дорожка и современная спортивная площадка. В ней есть необходимый инвентарь и освещение, которое позволит проводить занятия в темное время суток. А внутри здания сделали косметический ремонт кабинетов. Здесь коллектив во главе с руководителем школы, с Тмилой Слангеревной, внутри здания всеми своими силами провели, как говорится, косметический ремонт. Включили в программу «Точка роста», завезли оборудование. В общем, все делается для того, чтобы детям было комфортно находиться в школе и создаются все условия для того, чтобы дети учились. Ремонт и благоустройство территории в школе был сделан на средства неравнодушных людей. Также благодаря спонсорской помощи в прошлые годы отремонтировали школьную столовую, а для нулевого класса закупили мебель. На сегодняшний день сюда вложено уже силами спонсоров около 10 миллионов, не меньше. Поэтому особая благодарность нашим выпускникам. Иоанн Авмарак. Вот это сейчас даже работает, это все его люди, его техника. Огромное отдельное ему спасибо. А так, посмотрите, получился стадион «Красавец», жителям очень приятно. На данный момент в образовательном учреждении 11 классов. Обучение ведется в первую смену. А общее количество школьников – 170 человек. Альбина Ланкова, Марина Кушпова, Мухаммед Ашибока, Вести Корчаева, Черкесия, Адейхабльский район. С чего начинается школа? В современных реалиях школа начинается с измерения температуры. Как проводятся профилактические мероприятия для учителей и учеников среднеобразовательного учреждения номер 2 села Курджинова по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, узнавала Александра Коваленко. Не измерив температуру, не попадешь на уроки. Это строгое правило знает каждый ученик. Поэтому и прийти в школу нужно минут на 10 раньше. Учебное заведение села Курджинова, как и все общеобразовательные учреждения республики, работает по специально разработанному расписанию, составленному с целью минимизировать контакт среди обучающихся. Согласно санитарным нормам, наша школа не исключение. У нас имеются термометры. При входе в образовательное учреждение мы измеряем температуру. Мы развели учащихся по разным входам. У нас несколько входов. Учащиеся младших классов проходят у них два отдельных входа, и старшее и среднее звено проходят с центрального входа. Да, ковид внес свои коррективы в ритм нашей жизни. Но благодаря бдительности родителей и педагогов этой школе среди учащихся не было выявлено случаях заболевания ковид, отмечает медсестра Инна Короткова. На данный момент у нас все в норме. То есть у детки здоровенькие, температура в пределах нормы. Если у нас обнаруживается такая, допустим, высокая температура, мы перемеряем ее еще раз. И в основном потом все в порядке. Но пока таких экстренных ситуаций у нас не было, к счастью. Сейчас в школах и детских садах проходит вакцинация против сезонного гриппа. В этом году отказы от родителей на прививку не превысили цифру прошлых лет, рассказывает медсестра. Конечно, не так активно делают прививки, к сожалению. Но все-таки дети делают, я думаю, где-то процентов 40 точно. Ежедневно педагоги проводят профилактические беседы с ребятами, разъясняя о первых симптомах проявления вируса. В случае недомогания, повышения температуры, головной боли, першения в горле, учителя призывают не медлить и сообщить об этом родителям или медицинскому работнику, находящемуся в школе. Александр Коваленко, Расул Бердеев, Вести Карачао-Черкесия, Урупский район. Какие меры предосторожности стоит соблюдать в сезон распространения обычного гриппа, усугубленного пандемией коронавируса? На эти и другие вопросы ответил главный врач Республиканского Центра медицинской профилактики Инвер Байчоров. С подробностями Аслан Гирюгов. Осень и зима – это период распространения различных вирусных инфекций, которым большинство людей всегда было готово. Но в этом году к ним прибавился уже известный всем коронавирус. Как отмечают врачи, человек может заразиться с разными болезнями – сезонным гриппом и ковидом. И поэтому процесс лечения может усложниться. Профилактика сезонного гриппа – это в первую очередь, конечно, вакцина-профилактика. Организации первичного звена медико-санитарной помощи городские районные поликлиники получили уже в полном объеме необходимое количество вакцин для профилактики гриппа. Поэтому я призываю жителей нашей республики, за исключением тех, у кого есть медицинские противопоказания к вакцинопрофилактике, все-таки пройти вакцинацию в поликлиниках по месту жительства. Помимо этого, следует соблюдать масочный режим, больше находиться на свежем воздухе и заниматься спортом, ведь все это помогает укрепить организм. Также стоит принимать витамины. Энвер Байчоров посоветовал проконсультироваться у врачей и получить назначение. Тем более осень богата на овощи и фрукты, в которых витамины в естественном виде. Сейчас на данный момент много очень витаминных комплексов, много иммуностимулирующих препаратов, но все эти препараты естественно только по назначению врача, проконсультировавшись врачами с ним. Коронавирусная инфекция, она и так тяжелая инфекция, которая может протекать с двусторонним воспалением легких, а если на это будет накладываться еще и сезонная гриппа, и респираторная вирусная инфекция, то естественно состояние больного будет гораздо тяжелее. Поэтому, чтобы обезопасить себя, конечно, сделайте вакцину от гриппа. Также стоит не забывать о главных мерах предосторожности, избегать массового скопления людей, обрабатывать руки антисептиком, а в общественных местах носить маску. Аслан Гирюгов, Расул Берзиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Бродячий скот бесконтрольно пасущийся вблизи автомобильных дорог является источником повышенной опасности. Сотрудники ОГИБДД Межмуниципального отдела внутренних дел МВД России Карачаевский призывают фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств более ответственно организовывать выпас парнокопытных нарушителей правил дорожного движения. Ахмад Халкевич продолжит тему. Весьма серьезной проблемой остаются дорожно-транспортные происшествия с участием сельскохозяйственных животных, хозяева которых не осуществляют должный контроль за ними. Бесконтрольный скот особенно опасен, даже можно сказать смертельно, в темное время суток, когда водителю сложно вовремя заметить животное и принять меры по недопущению столкновения. «Обращаемся еще раз к жителям принять меры по контролю над своим домашним животным, которые могут стать причиной ДТП в тяжких последствиях, в том числе со смертельным исходом. Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и все правила дорожного движения». Юрий Беслинеев, житель аула Хумара, рассказывает, что в аварию он попал, когда возвращался домой из Тибирды. Время было позднее и видимость не более 100 метров, и то при дальнем сети фар. Примерно на удалении около 3-4 километров от населенного пункта на проезжую часть неожиданно выскочила гулявшая бесконтрольно возле трассы корова. От беды водителя и его пассажира спасло то, что ехали они без превышения скорости. «Естественно, мы искали, я как раз был с пассажиром, мы искали хозяина, но, к сожалению, так и нашли, не нашли, так как, естественно, если идет нарушение полностью выгона, допустим, скота в темное время суток, хозяина найти практически невозможно. Хозяева отказываются в данной ситуации. И, естественно, был ущерб, ущерб, естественно, материальный никто не возместил. И, если честно взять, то это не проблема только поселка эти беды, потому что проблема практически есть в каждом ауле, в каждом населенном пункте». За текущий год только на территории Карачаевска и Карачаевского района произошло 16 дорожно-транспортных происшествий с участием бесконтрольно-пасущегося скота. Из-за безответственности некоторых владельцев скота более 40 человек получили различные ранения и увечья, а двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Ахмат Халкечев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Зима без снега, засушливая весна и лето, а если и долгожданные осадки, то в сопровождении града. Как в таких условиях выживают сельхознавропроизводители? На примере одного животноводческого комплекса расскажет Альбина Ламкова. Работать животноводом непросто. Труд его бесценен. В эти дни у сельхозработников урожайность на критическом уровне запогодных условий. Проблема в этом году одна. Землепашцы не могут получить прибыль от проделанной работы, в которую вложили немало средств. А животноводы, чтобы прокормить скот, должны потратить в три дорога, чтобы обеспечить свое хозяйство необходимым кормом. Для этого необходимы такие культуры, как кукуруза. Это кормообразующая единица и сено, которое в этом году мало. Практически полностью высохли клевер, злаковые и зернобобовые культуры. Это сложный период. И борьба за урожай не шуточная. Боремся за каждый килограмм силоса. У нас есть свое растеневодческое предприятие. И наше же растеневодческое предприятие не смогло дать того количества необходимых заготовить кормов. Соответственно, приходится сейчас приобретать у фермеров кукурузу, скашивать. Соответственно, в такой ситуации, как засуха, растут и затраты на заготовку кормов. Но выхода нет. Животных надо кормить. Поэтому, несмотря ни на что, необходимое количество корма будет заготовлено. Уверенно говорит Сергей Штундер. Запас на 10 тысяч тонн кукурузы на силос уже есть. И еще 3600 тонн сенажа. Более 1000 тонн сена и соломы тоже приобретено. Мы делаем запас больше силоса, соломы и сена, чтобы заменить в рационе сенаж, который мы обеспечили наполовину. Поэтому необходимость у нас, например, по силосу 12,5 тысяч тонн. Мы планируем заготовить 15 тысяч тонн. По сену мы планировали заготовить 600 тонн, заготовили тысячу тонн. Это для того, чтобы сбалансировать. Помимо сложной ситуации, связанной с засухой, холодной и малоснежной зимой, корм должен быть качественным и пригодным. В основном это относится к заготовке силоса. Он необходим для полноценного питания животных. К нему предъявляют определенные требования. Эту культуру косят при влажности 70%. 5000 тонн силоса в животноводческом комплексе нужно запастись еще. Это как раз то количество, что будет рамповать заготовленную яму, предусмотренную для зимовки. Сергей Штундер надеется, что кинув все свои резервы в этот сложный неурожайный год, они все же выполнят план и не оставят без питания скот. Альбина Ламкова, Заурлиев, Вести, Корчаева, Черкесия, Адыихабльский район. Шум грохочущего Алибекского водопада стал намного интенсивнее и заиграл мощнее после того, как его русло было расчищено от перегородивших его камней. Операцию по спасению одной из главных достопримечательностей Донбая провела группа инструкторов, работающих на маршрутах. О том, как каскад Алибекского водопада вновь заискрил в полную силу под донбайским солнцем, расскажет Фатима Даурова. Алибекский водопад по праву считается одним из самых красивых и мощных в Карачаево-Черкесии. За летний сезон его посещают тысячи туристов. Маршрут относительно несложный, что дает возможность путешественникам разной возрастной категории пройти его без особых усилий. В конце пути им открывается великолепный вид на бурный поток, низвергающийся с высоты 25 метров, а немногим выше блестит на солнце его прародитель – ледник Алибек. На фоне такой первозданной красоты туристы любят делать фотографии на память. Но буквально неделю назад водопад поменял свой вид и стал неузнаваем. Причиной послужило заграждение из больших камней в русле реки выше по течению. После прошедшего сильного дождя русло попросту забилось камнями. И поток, срывающийся вниз, сократился почти вдвое. Отремонтировать достояние Дамбая вызвались местные гидоинструкторы. Идеологом акции спасения стал Беаслан Богатырев, который не раз водил туристов к водопаду. Мне прислали видео, как там совсем не было воды. Я решил пойти почистить русла. Я начал чистить, оттуда начали лететь камни вниз. И я побоялся, что кого-нибудь там не сбило. И ушел. Потом, как бы я услышал, что ребята собираются пойти почистить русло реки. Мы человек 10-12 поехали и там снизу поставили человека, чтобы под водопад никто не пошел. Почистили камни. Там где-то часа два мы там поработали. И водопад стал очень даже красивым. Даже, наверное, чуть больше, чем было до этих ливневых дождей. После ремонтных работ по оголенным скалам, покрытых когда-то панцирем ледника Алибек, не спадают кристально чистые холодные потоки. Водопад заревел в полную силу своих легких и наполнил ущелье своим мощным, неповторимым голосом. Вот такой стал водопад после нашей работы с ребятами. Фатима Даурова. Вести. Карачаево, Черкесия. Домбай. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе событий недели. Я благодарю вас за внимание. И пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин